Всё от Него им сотворено Всё от Него, всё от Него им сотворено Ему за всё слава Во веки, Аминь Ему за всё слава Ему за все слава Вовеки я и Бездна богатства Пре мудрости Христа Непостижимы Непостижимы Судьбы Господа Бездна богатства Бездна богатства Пре мудрости Христа Непостижимы Непостижимы Судьбы Господа Ему за все слава Ему за все слава Ему за все слава Ему за все слава Вовеки я и Ему за все слава Ему за все слава Ему за все слава Вовеки я и Тебе мой Бог Тебе мой Бог Слава Тебе мой Бог Слава Тебе мой Бог Слава Вовеки я и Ему за все слава Тебе мой Бог Слава Тебе мой Бог Слава Вовеки я и Аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тебе, мой Бог, слава! 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 Колоссом 3 главу, по-моему, да? Да, колоссом 3 глава, это был у нас 18 стиха по 25. Ну, вывод, что бы вы не делали, делайте это от всего сердца как для Господа, а не для людей. Отлично, отлично. Еще, пожалуйста, друзья, может быть, что-то еще там, такие были интересные, две темы такие, очень интересные темы. Мужья, любите ваших жены, не будьте к ним суровы. И жены потом не помню вам. Мужчины запомнили, что женщина должна быть послушна мужем. Хотя Инсур, он в прошлый раз говорит, ребята, ну, как бы он поделился историей своей практики пастырской, он говорит, что надо сейчас, чтобы мужчина смотрел на то, что касается его и женщины, а то, что касается ее. Мы обычно смотрим... И там еще было что-то тоже там интересное, такая была тема, то есть еще две. То есть это, ну, если быть так, например, это отношение в семье, да, это наставление, и второй момент, это еще было. Может быть, помните, там касается... Старая работа... Старая работа... Старая работа... Старая новая жизнь... Ага... Ну, начальство, да, если сказать, что перед начальством не надо делать столько хорошо, когда тебя видят. Надо делать все, как для Господа. Да, абсолютно верно. То есть апостол Павел призывает быть, делать, как для Бога, да, то есть и как бы... Ну, это то, что касается людей, которые подчиняются, да. А вот то, что касается людей, которые руководят, то, говорит, есть и над вами Господь вверху. Вот, смотрите, вот я немножко как бы подытожил тоже, можете на экране посмотреть. Значит, что мы видим? Взаимоотношения в семье между мужьями и женами. То есть вот, например, сразу вопрос такой, а как вообще в семье строить отношения правильно? Ну, вот апостол Павел дает рекомендацию, как женам относиться к мужьям, как мужьям относиться к женам. Потом отношение к детям. То есть как отцам надо быть, относиться к детям. Я так еще, насколько помню, может быть и детям относиться к родителям. Ну да, там было, чтобы слушаться, да? Да. И вот правильное отношение руководства и подчиненных. Почему? Потому что, так как мы сейчас живем уже не во время, когда, ну как, будем говорить так, что нету рабов, Господ. Ну, как бы нет, да, как бы нет. Вот. То есть вот отношение руководства и подчиненных. Вот, соответственно, вот такое. Друзья, смотрите, что бы я хотел сейчас сделать? У меня я подготовил интересный мультик. Вы мультики любите? Конечно. Я очень люблю мультики. Да, вот я бы, я такой подготовил мультик. Значит, он такой где-то минуток на десять. Он вообще делает полностью весь обзор, делает весь обзор послания Колоссяна. Вот. Вот я предлагаю его сейчас посмотреть, немножечко вспомнить или напомнить то, что мы читали перед этим. И вот подойти уже, конкретно разобрать тот библейский текст, который мы сегодня будем с вами читать. Вот. Вот включая, значит, такой интересный мультфильм. Послание Павла к Колоссянам. Павел написал его во время одного из своих многочисленных тюремных заключений за проповедь об Иисусе, как воскрешен Господе. В своем письме он обращается к группе людей, с которыми никогда не встречался и чью церковную общину не основывал. Церковь в Колоссах была основана сотрудником Павла, Епофрасом, который был родом из этого города. Епофрас только что посетил Павла в тюрьме и рассказал ему о том, как в целом идут дела в этой общине. Однако он также указал Павлу на то, что верующие подвергаются давлению со стороны окружавшей их культуры. Это служит им соблазном отвернуться от Иисуса. Поэтому Павел и написал письмо для Колоссской церкви, чтобы побудить верующих разобраться с затронутыми Епофрасом проблемами и призвать их к большей преданности Иисусу. Построение письма и ход рассуждений Павла достаточно просты для понимания. В самом начале письма Павел концентрирует внимание читателей на Иисусе, как при Вознесенном Мессии. Потом он показывает, как его личные страдания в тюрьме служат во славу Превознесенного Иисуса. А затем Павел говорит о том давлении, которое оказывается на Колоссен с целью отвернуть их от Иисуса. После этого Павел показывает новый образ жизни, который открывает для Колоссен воскресение Иисуса. Итак, послание начинается с двух молитв. Сначала Павел благодарит Бога за то, что, как он узнал от Епофраса, Колоссени остаются по-настоящему верными Иисусу и являют любовь к Богу и ближним, имея надежду в новом творении, обещанном Иисусом. Далее Павел молится о том, чтобы они возрастали в мудрости и познании Иисуса. После этого Павел помещает поэтический текст, чтобы помочь Колоссенам, да и нам с вами, достигать такого возрастания. В этом поэтическом тексте, центр первой главы, здесь воспевается распятый и превознесенный Мессия. Этот поэтический гимн состоит из двух параллельных станцев и изобилует лексикой и образами из книг бытия, исхода, псалтыри и притч. Первый станц показывает Иисуса истинным образом Божьим. Воплотившемся Христе запечатлена полнота личности Бога и Его цели. Он – Первородный. Эта ветхозаветная фраза говорит о царственном статусе Иисуса, владычествующем над всем творением. Его сущность абсолютно идентична сущности единого истинного Бога Творца. Он вызвал к бытию все сущее, все силы и власти, все человеческие и духовные существа. Во Иисусе Мессии мы видим истинного Автора и Царя Всего Творения. Во втором станце мы обнаруживаем, что Он также создает новое творение. Он – глава нового тела, составленного из последователей Иисуса, Его народа, нового человечества, прототипом которого служит Его воскресение. В Иисусе сосредоточено славное присутствие Божье, обитавшее в храме. Именно благодаря смерти и воскресению Иисуса Бог примирил с Собою все творение – и земное, и небесное. Это замечательный поэтический текст, на который Павел еще будет ссылаться в этом послании. Сначала он показывает, как истина в нем заключенная преображает его личный опыт страданий в тюрьме. Он наказан за то, что провозглашал греческому и римскому миру, что Иисус есть воскресший Господь и Царь Всего Сущего. Поэтому Павел считает, что его собственные страдания – это не признак поражения, это, в сущности, его способ участия в страданиях самого Иисуса, которые он претерпел из любви к нам. И стало быть, его трудности являются причиной для радости. Павел заключен под стражу за удивительную весть о том, что воскресший Мессия Израиля создает новую разноплеменную общину. И более того, так же как божественная слава пребывала в Иисусе, так и Иисус пребывает в своей общине, состоящей из людей разных племен. Как выразился Павел, «Мессия в вас, надежда славы». Затем Павел поднимает тему некоторых культурных влияний, которые служат для колоссин соблазном отвернуться от Иисуса. Они столкнулись с некой смесью мистического политеизма и настоятельных требований исполнять заповеди закона. Дело в том, что все эти люди, недавно ставшие христианами, выросли в среде, где поклонялись всевозможным греческим и римским богам, контролировавшим различные сферы жизни человека. И многие из этих христиан просто добавили в свой пантеон Иисуса, как и еще одного бога. В свою очередь иудео-христиане очень настоятельно требовали от них соблюдать все заповеди закона, что якобы должно было свидетельствовать об их более полной преданности Мессии. В частности, Павел упоминает об употреблении только кошерной еды, соблюдении иудейских праздников и обрезании. Эта проблема была сродни той, о которой он писал в письме к Галатам. Для Павла податься и тому, и другому искушению означало пойти на компромисс и оказаться абсолютно неспособным понять, кем на самом деле является Иисус и что он для них совершил. Колосини привыкли жить в страхе перед духовными силами и, как выразился Павел, стихиями мира. Но Иисус одержал над ними победу. Своей смертью и воскресением он освободил колосся над каких-либо обязательств перед ними. Таким же образом Иисус исполнил за нас все заповеди закона, который в любом случае не имел силы изменить эгоистичную природу сердца человека. Поэтому к тому, что Иисус совершил своей жизнью, смертью и воскресением, добавить нечего. То, что сделал Иисус, не нуждается в том, чтобы дополнять его исполнением всех предписаний закона. На самом деле он и есть та реальность, на которую указывал закон. Вместо заповеди закона у последователей Иисуса теперь есть сила его воскресения, способная изменить их, о чем Павел и развивает свою мысль ниже. Следовать за Иисусом означает присоединиться к его новому человечеству, поскольку отныне жизнь верующего становится сопричастной жизни воскресшего Иисуса. Поэтому Павел призывает колосин искать горнего, где Мессия сидит по правой руке от Бога и правит творением. При этом Павел не имеет в виду, что христиане должны думать о том, как однажды они покинут эту землю и будут жить на небесах. Нет, небеса – это превосходящее разумение места, откуда Иисус осуществляет свое господство над всем творением. И именно отсюда Он однажды возвратится на землю для того, чтобы преобразить весь мир. Другими словами, как говорит Павел, когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Поэтому Павел призывает их уже сейчас жить так, как люди нового творения, которыми они однажды станут. Он прибегает к образам ветхой человеческой природы, для которой характерны извращенная сексуальность и злоречие. Для христиан ветхая человеческая природа умерла с Иисусом. Ее заменила новая природа, которой присущи милосердие, великодушие, прощение и любовь. Такая человеческая природа преодолевает все этнические и социальные границы, присущие нашему миру, и формирует людей, где, по словам Павла, нет ни грека, ни еврея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни раба, ни свободного. Но Мессия здесь все, во всем и во всех. Затем Павел переходит от теории к практике и показывает Колосиным, как новая человеческая природа может проявляться в жизни римской семьи, образца первого века. Римская семья представляла собой крайне авторитарный институт, где мужчина, глава семейства, был властен над жизнью и смертью своей жены, детей и рабов. Но христианской семье все должно быть иначе. Здесь истинным господином должен быть воскресший Иисус, поэтому в его владычестве жена позволяет мужу взять на себя ответственность за нее. Муж при этом подчиняется Иисусу, проявляя любовь к своей жене и ставя ее благополучие выше собственного. В доме, где господствует Иисус, дети уже не вещи, от них ждут зрелости и уважения. Родители должны воспитывать детей в терпении и понимании. Христиане, рабы, должны уважать Господ, которым служат, именно в силу того, что последние не могут быть их истинными господами. Истинный Господь – это Иисус. А те христиане, у которых служат рабы, должны понимать, что раб не является их собственностью. Он тоже член тела Иисуса, которого следует уважать и любить. Павел проводит здесь тонкую черту. Он трансформирует самый базовый римский институт – институт семьи – и ставит в его центр Иисуса, чья власть строится на принципах жертвенной любви. Несмотря на то, что Павел не ломает саму структуру семьи, он показывает, что Христос, превознесенный Мессия, требует, чтобы она изменилась практически до неузнаваемости в понимании римлян, проживающих в колоссах. Это можно отчетливо увидеть в последней части письма. После просьбы о молитве Павел показывает, как должны работать на практике указания о рабах и господах христианах. Мы узнаем, что Тихик должен доставить и прочитать Колоссиным письмо Павла. Рядом с Тихиком мы обнаруживаем некого Анисима, бывшего раба колосского христианина Филимона. Из другого послания Павла, адресованного Филимону, мы знаем, что Анисим убежал от своего господина. Это преступление каралось тюремным заключением. Однако Павел просит церковь приветствовать Анисима как верного и возлюбленного брата в Господе. В письме к Филимону Павел пишет, что Филимон должен принять Анисима уже не как раба, но как брата. Вот это поворот в конце письма. Итак, в письме к Колоссиным Павел старается показать нам, что ни один аспект человеческого бытия не может остаться незатронутым влиянием любящего и освобождающего владычество воскресшего Иисуса. Наши страдания, наши искушения, подталкивающие нас к компромиссу, наш характер и этические принципы, динамика властных отношений в наших семьях – все это должно быть переосмыслено и преобразовано. Мы призваны жить уже сегодня так, как если бы новое творение пришло в мир сразу после того, как Иисус воскрес из мертвых. Обо всем этом писал Павел в послании к Колоссиным. Друзья, ну интересно, да? Такой интересный мультик, так сказать. Так, сейчас. О, меня слышно хорошо, да? О, все люди остались. Я думал, что ни за кого-то не будет. Смотрите, друзья, у меня есть предложение сейчас с вами. Ну, это такой был небольшой экскурс вообще по всей книге. Конечно, если вдруг, если вдруг не все уловили, то будет запись этого общения. Можно будет еще раз его просмотреть. Вот. Да, то есть можно будет просмотреть и вот сделать как бы повторение. Смотрите, сегодня мы будем читать четвертую главу. Мы ее начали читать в прошлый раз. Вот. Единственное, видите, у меня тут текст все-таки с первого стиха. Ой, со второго стиха. Потому что мы тему о рабах уже закончили в прошлый раз. Поэтому будем читать с первого. Смотрите, вот этих два текста четвертой главы, я их условно поделил на две части. Первая часть – это общее наставление Павла. И вторая часть – это вообще я бы хотел, вот я вам даже покажу, «Быт и жизнь первых христиан». Вот мне, знаете, вот мне всегда интересно, когда читаешь какие-то… Вот как интересно раньше люди жили, о чем они думали, какие у них были ценности. Вот у меня даже такая идея появилась сегодня, вот вторую часть этого текста, посмотреть вообще, как жили первые христиане. Вот о чем они думали, как они друг с другом строили отношения, а что передавали друг другу. Вот мы об этом поговорим немножко позже. Давайте мы, наверное, начнем, прочитаем этот текст, первый, со второго по шестой стих. Это такое больше духовное наставление. Потом перейдем уже ко второму тексту. Кто хотел бы прочитать этот текст? Я могу, Сережа? Да, конечно, Анечка, пожалуйста. «Неустанно молитесь, молясь, бодрствуйте и благодарите Бога. Молитесь и о нас, чтобы Бог открыл двери для нашей вести, чтобы нам и в дальнейшем возвещать тайну Христа, за которую я и нахожусь сейчас в цепях. Молитесь о том, чтобы я мог раскрыть ее людям, как должно. Вообще не с неверующими проявляйте мудрость, правильно используя время. Пусть ваша речь всегда будет приправлена солью. Умейте каждому дать нужный ответ». О, отлично. Спасибо большое, Анечка. Смотрите, видите, идет ряд наставлений апостола Павла. Я думаю, что было бы неплохо нам, например, посмотреть, ответить на наши три вопроса. Что мы узнаем здесь о Боге, что о человеке, и потом следующий текст. Что мы здесь можем узнать о Боге? На самом деле не так много, но есть тут несколько таких серьезных зерен интересных. А вот Бог любит благодарность, это как бы можно так сказать? Да, я думаю, что это правильно было бы так сказать. Я бы даже сказал, что Бог принимает благодарность. И почему? Потому что, ну, мне кажется, это обратная связь взаимоотношений между мужчиной, ну, между людьми и Богом. Это как у нас, знаете, вот мы делаем что-то хорошее человеку, и когда мы говорим, ой, не стоит благодарности, но хотя-то внутренне нам приятно, когда нас поблагодарили. Вот, то есть это опять взаимоотношений. Вот, то есть Бог принимает благодарность от человека, Богу приятно, когда его благодарят, на самом деле. Что мы еще узнаем? Вот третий стих, например. Что мы еще о Боге здесь можем узнать в третьем стихе? Бог открывает двери. Бог открывает двери. Как вы думаете, что это значит? Ну, во-первых, о какой вести идет речь? И что значит открывает двери? Вести о Евангелии, наверное. Да, абсолютно верно. Это Евангелие. Другая весть. Евангелие. Это, помните, именно за это Евангелие апостол Павел в тюрьме сидел. За то, что он проповедовал Евангелие, его схватили и посадили в тюрьму. Ну, вообще, не первый раз такое было, поэтому... Смотрите, и дальше он также говорит, чтобы нам и дальше возвещать тайну Христа. А что это за тайна Христа? Ну, может, то, что Христос умер за наши грехи? Нет, вот это? Так, отлично, спасибо большое. Еще, может, кто-то что-то добавит? Что Христос умер за наши грехи? Еще. Наверное, причину, по которой он был распят. Причина, по которой абсолютно верно. То есть причина... Чтобы через свою жертву дать спасение людям, наверное, это и есть тайна. Ага, отлично, отлично. Так, видите, он даже так и говорит, за которую я сейчас нахожусь в цепях. По сути, благодаря тому, что он говорил о Христе, он попал в тюрьму. То есть тюремное заключение, это было причиной... Это уже было следствием того, что он говорил о Христе. Отлично. Я даже думаю, друзья мои, что тайна Христа... Тут вообще, как бы, даже интересен вообще сам Христос. Потому что для многих людей вообще Христос это что-то такое было, ну, непонятное даже. Личность Христа, она непонятная. То есть сам Христос уже является тайной. Как это Бог воплотился в тело человека, пришел на эту землю. Но это тайна, на самом деле. Тут такое, что очень тяжело постичь, на самом деле. То есть мы верой принимаем это, но в это тяжело постигнуть. Хорошо. Еще, пожалуйста, может, какие-то мысли есть? Ну, вот я пока не вижу, может, о Боге, что мы здесь видим. Если кто-то... Что Иисус... Это, получается, Павел страдал, да? В цепях находился? Да, да, да. Он в тюремном заключении, он в тюрьме был в этот момент. То есть, по сути, Христос и есть тайна, да, как бы? Вообще, для многих людей это тайна. А вот, это тоже, что нужно в Боге, да? Есть этот стих, который говорит, что если бы дьявол знал, что произойдет после распятия, то он бы никогда этого не сделал. Я не помню, где этот стих, но это говорит о том, что была какая-то тайна. Да, 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 да. Это, знаете, это своего рода, как бы, как троянский конь. Знаете, да, это повествование о троянском коне. Вот, что, как бы, это из греческой, как бы, мифологии, что подвезли, значит, коня к воротам города, которого нельзя было там, ну, неприступный город. А, трое, да, абсолютно. Да, трое, да. И вот его, этого коня, значит, затащили вовнутрь. Вот, я не помню, почему затащили, может, понравился. А, это подарок был, подарок. Да, а там сидели спецназ внутри, этот, Сахал. И вот они ночью там перебили охранников и захватили город. Ну, по сути, это где-то очень похожая ситуация, где-то, что, вот, выходит, что сам Христос, как бы, сатана с радостью, как бы, накрутил людей, чтобы его убили. Но оказалось, что именно его смерть, это и было конец вот этого. Ну, это ловушка была для сатаны. Вот. Вот так вот. Хорошо, друзья. Смотрите, вот этот текст, мы можем пока что, то, что мы узнаем о Боге, да, пока оставить. Можем перейти к тому, что мы о людях узнаем. Что мы о людях узнаем? Какое наставление? Может быть, что-то такое, что нам вот здесь вот такое, какое-то полезное. Ну, молитесь. О, отлично. Молитесь. Молитесь. Бодрствовать и благодарить. Бодрствовать и благодарить. Не устанно молиться? Постоянно. Постоянно, да. На итальянном переводе постоянно молиться. Да, то есть. А, или да, вот мгустанно, постоянно молиться. Это не то, чтобы там на колени падать постоянно, ну, а просто в таком молитвенном состоянии быть, да? Ну, это как Сережа говорил, что вот как мы хотим пить, да, так молиться надо. То есть, каждый раз, когда вот мы пьем, грубо говоря, дышать, дышать. А, как дышать, ты сказал? Дышать, да. Это воздух. Воздух. Ну, у меня как бы вот такой пример. Анечка, спасибо, что напомнила. Я буквально один момент. Что я сравниваю молитву с воздухом, а слово Божие это с едой. Трехразовое питание. Вот. Что если человек не молится, как бы он через пять минут задохнет. Ну, как бы это постоянно, это естественно, образ жизни, как бы христианина, это быть в молитве. То есть, это в молитвенном состоянии. Ну, как тут, тоже, знаете, как бы не имеется в виду, что тут надо постоянно там ходить, а это как бы там, ну, ты внутренне как бы настроен на то, чтобы общаться с Богом. Вот, там, поблагодарить Бога. Ну, то есть, это не значит, что надо постоянно Бога о всем просить. Постоянно. Ну, благодарить Бога, размышлять, ну, как-то, вот молительное размышление. То есть, ну, это целая такая практика. поэтому я можно быстро поделюсь конечно просто вчера у меня такой был день разнообразный достаточно было много таких непонятных вопросов и хороших вопросов и я заметила что ну вот вчера именно знаешь когда вот ты просишь и бог прямо мгновенно отвечает на твои молитвы вот просто вчера был такой день я очень много то есть благодарила молилась благодарила молилась и буквально какие-то вот эти мелочи наверное штук 20-30 раз вот я это делала в течение одного дня просто мелочи ну там даже благодарю за походу за природу за вид там вообще вот ну маленький за еду за возможность ну вот вообще я просто очень удивилась как вот вчера у меня такого никогда наверное не было именно много-много-много маленьких приятных вещей случалось вот и еще и работа там очень вот как бы иногда вот ты кажешь кажется молишься и не ответа нет да а вот бывает такое вот как у меня вчера что вот прям много-много-много всего и вот прям ответ сразу же был анечка спасибо слушай здорово ну приятно так классно что поделилась смотрите вот на вопрос бодрствовать и что значит бодрствовать и как вы думаете что это значит для нашей повседневной жизни начать ли это ну как анечка сказала не спать а еще и не при не принятие алкоголя мне вот просто ну вот я говорю да про трезвость вот она как-то я думаю что можно было бы это применить к этому смотрите я помню такое слово было апостола павла он говорил не упивайте с вином от которого бывает распутство то есть вино ведет человека к распутной жизни вот и почему потому что человек теряет самоконтроль вот он горит не упивайтесь вином от которого бывает распутство но исполняйтесь духом святым вот интересно это ефесянам 5 глава 18 стих то есть апостол павел дает такое как бы рекомендацию но что интересно что до греческой культуры пить вино это как для нас воду вообще то есть они часто даже вместо воды пили вино потому что жаркие жаркие странные там как бы виноградный кусок он мог и скиснуть как бы и вот из него просто делали легкое вино столовое и вот многие очень сильно так нажимали на бокал и верующие тоже христиане вот и он как прям говорил ребята не увлекайтесь ну я бы сказал еще вот это слово бодрствуете мне еще но как бы созвучно со словом будьте на чеку быть на чеку знаете это ну как бы особо бодрость да вот бодрячком так вот скажите а от чего нам быть на чеку вот чего нам бояться то живем в свободной стране полиция иногда дьявол вокруг нас он обманывает ходит нас то есть всякими разными способами может вести заблуждение нет знать где бог а где не бог сказать владлен парус может рассказать даночку от то есть есть искушение да то есть есть ну как у меня на искушение нас могут просто подтолкнуть на какой-то грех да например какие-то искушения наклонности да так что анечка абсолютно с тобой согласен вот с вот геном что нас видите у нас просто часто мы живем материальном мире но наши искушения не происходит в нашем сознании как часто в наших мыслях там из когда-то на чеку я кстати такое заметила интересный этот момент что когда подступает искушение вот как вы с ним справляетесь интересно поделитесь опытом может быть там у анечка горит она молится да то есть молиться то есть так усилием остановиться просто но вот подступает что-то у меня с эмоциями бывает а можно я поделюсь что я делаю когда эмоции поступают анечка конечно 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 тоже но иногда просто злости столько вот у меня когда злость особенно да я мне нужно что-то поделать об приседании очень хорошо работает сотню раз как они называются вот и русский как ну в общем не просто приседать а так тяжело приседать до под прямым углом очень все из головы выходит сразу я знаю там еще есть такие но техники там например покричать да ну тут сильно ты не покричишь что-то еще больничка приедет такая практика ну вот когда сильно злишься вот на кого-то берешь подушку просто и мочишь ее 30-40 секунд и вообще отпускает конкретно отпускает это не надо ты просто со всей силы как боксерскую грушу и и как бы это и вот очень хорошо она прям как-то выходит из себя вы знаете вот я у меня такая была но я вырос в семье у меня папа когда выходила себя он начинал все вокруг рвать и метать там летали табуретки у нас вот я видно где-то увидел вот это вот когда маленький был потому что у меня родители в разводе как бы я не было 7 лет когда они развелись но я успел я успел схватить этот метод как-то так вот когда вы начинался гнев я начинал что-то все кидайте метать и у нас например вот какая-то была такая странная почему-то привычки я не знаю что горели ой плохая табуретка ой плохая ты ее там типа накажи я начал за собой наблюдать такое я же когда вырос как бы уже но такой знаете тоже парень вроде бы и сила в руках есть но когда это маленький был от одно дело другое дело я так метал как бы дверью то дверь поломал вот и вдруг я осознал одну такую проблему что мне это не помогает она наоборот меня делает еще более пойти как бы уровень гнева начинает нарастать как бы то есть я просто понял что скорее всего надо с этим наоборот что-то делать то есть надо не идти путем выпускания гнева да потому что ты как бы сам себя тренируешь в этом наоборот надо идти путем переключения вот это то что и вот то что я например начал применять это и мне очень помогать начала это сильно это молитвенная жизнь это проветриться выйти делать там 30 глубоких вздохов вдохов наоборот не выпускать пара запустить вот именно благодарность богу молитва то она очень сильно как бы успокаивает нервную систему тоже вот поэтому я конечно знаю что бывает какой-то быстрый такой знаете как сос решение может она и поможет гнев вот так вот спустить но потом чтобы это тоже не пошло привычку потому что может уже немножко быть негативные последствия это кстати недавно было на христианском радио передачи у танечка куртала позвонила одна женщина и говорит что у нее муж она прям позвонила вот на христианскую передачу и говорит что у нее проблема что муж когда выходит из себя он все начинает вокруг метать и кидать говорит и как ну то есть это видят дети он таким образом типа справляется с гневом говорит ну говорит на самом деле это очень страшно потому что когда мужик 80 килограмм таким образом начинает дома справляться с гневом просто боишься чтобы он куда-то не справился не туда знать а вот поэтому как бы это же такой метод очень опасно на самом деле но долгосрочная перспектива это может кстати анечка приседания может все таки нет но это ты знаешь даже иногда бывает что просто вот совсем тяжело но это помогает и еще знаешь что я хотела поделиться я делилась уже до этого считать да просто считать в уме а и вот умножать именно два умножить на два что умножать там включается другой полушария мозга и ты когда ты начинаешь вообще забываешь о чем что-то думал до этого вообще буквально проходит секунд 10 ну 30 максимум идут при настолько сильно переключаясь именно умножение а еще я просто много как бы эта тема мне очень интересно некоторые люди бывают вот говорят стоп вот этот вот сигнал стоп на дороге до знак стоп то есть представить его в голове как заморозить картинку то есть если ты сможешь но для кого что работы просто как стоп заморозить на 10 секунд а потом как бы подышать в это время да потом подумать вот и помылиться интересно 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 у меня больше видите у меня нет ситуации где меня разносит у меня ну вот чем вот когда какие-то эмоциональные дни раздражительность просто такая ну то есть она не не вспышками такими какими-то гнева проявляется просто вот раздражительность знаете ну и вот в таком но я понимаю что но я мама должна наоборот наоборот там семье создавать настроение а назар говорит мама такое злое лицо на его такое злое лицо как надо богу богу его отдавать и говорит господи помоги ну и меня ну на самом деле она как бы ну звучит как бы но нелогично но если ты говоришь господи я сама не могу помоги мне справиться да но не могу я себя сейчас взять в руки там ну вот тяжело мне сейчас раздражительно не выспалась что там пошло не так стресса много но там на работе да ну и вот сам момент того что ты признаешь свою какую-то неспособность в этот момент она помогает на самом деле но это надо ну вот просто слушать когда дух святой тебе показывает что там знаете где-то зажигается красные красные фонари что вот ну вот не надо так там говорить так не надо ну то есть надо вот почему и важно вот вот в таком молитвенном состоянии пребывать ну знаете на связи с богом потому что ты сразу понимаешь о я где-то где-то не туда иду спасибо большое друзья у меня есть предложение сейчас переместиться дальше посмотрите то есть апостол павел он говорит постоянно молитесь молитесь будьте на чеку бодрствуйте потому что дьявол ходит как рыкающий лев да еще кого поглотить написано то есть мы представляем дьявола петр привет мы представляем дьявола который ходит как лев и вот он только рыщет чтобы какую-то себе добычу найти и вот смотрите друзья надо это не забывать это не забывать теперь смотрите третий стих что еще павел просит вот например вот что мы узнаем о людях то нам надо делать третьего стиха о людях он просит колоссян ну чтобы мы была возможность говорить о благой весть будем говорит молитесь о нас представляете апостол павел это вообще ну фактически это один из толпов церкви который вообще ее основал да ну как бы один из основателей церкви он говорит ребята молитесь о нас как бы мы нуждаемся вашей молитвенной поддержки потому что почему мы нуждаем почему почему он нуждается молитвенной поддержки но что он разве там сейчас вам не справиться что что это для него дает в acronym почему она ему нужно и вот как хорошо подсказывает потому что введена ему нужно поддержка им он видно сам не справляется, то есть он нуждается в молитвенной помощи, поддержке. О чем он просит? Чтобы Бог открыл дверь для нашей вести. Вот Бог открыл дверь для нашей вести, это что это значит? Как это на современном языке можно сказать? Да, то есть Бог дал возможность для проповеди, да, чтобы Бог открыл вот эту возможность проповедовать тайну о Христе, возвещать эту тайну. Ну, то есть, дал возможность, если вообще на современный язык, то дал возможность просто людям о Боге говорить, да, другим. И здесь так интересно еще, чтобы я мог ее раскрыть как должно, ну, то есть там доступно, понятно. О, Анечка, ты просто. Можно таким церковным языком, что человек думает. Смотрите, первое. Сестру. Смотрите, первое, молитесь о нас, чтобы Бог открыл на двери. В чем еще? Молитесь также и о том, чтобы я мог рассказать людям, как должно. Что это значит? Танечка помолчает? Спасибо большое. А что это значит? Смотрите, молитесь о нас, чтобы Бог дал возможность проповедовать о Христе другим людям и о том, чтобы Он дал, чтобы я мог раскрыть эту тайну о Христе людям так, как это должно. Что это значит? Ну, может говорить простым языком, понятным для людей языком? Так, отлично. Простым языком, чтобы людям было она понятна, это есть, да, то есть чтобы они... Я думаю, что еще один вариант может быть, чтобы как бы не было от всей бятины, а именно было как бы вот именно в Слове Божьем, чтобы это было именно в истине. Ну, скорее всего, в истине, да, Виталик? Я так понял, да? Да, 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 да. Абсолютно. Отлично, спасибо большое. Да, чтобы Он мог ее возвестить... То есть, можно вместе с тем о Христе вообще начать там лепить, как говорят, горбатого к плоту, к плоту, да? А можно как бы говорить истинно, то есть, можно о Христе говорить не истинно, и можно о Христе говорить истинно. Он говорит, так, ребята, молитесь о том, чтобы правильно о нем говорить. Отлично. И смотрите, как он говорит, я мог раскрыть ее людям. Видите, как интересно, он в современном переводе там, я мог раскрыть эту тайну людям, то есть, чтобы мог ее донести, чтобы люди ее поняли. Отлично. Теперь, смотрите, вот мы переходим в пятый стих. Вот тут апостол Павел говорил о себе, там, о Павле, да, о Павле. Давайте так, о Павле. Вот тут вот где-то начинается отсюда, вот мы сюда, да. Это он говорит, ребят, молитесь о нас. Вот. А теперь, смотрите, что следующее, что он просит или что он рекомендует верующим или христианам. О христианах. Здравствуйте, с неверущими проявлять мудрость. Погромче? С неверующими проявлять мудрость. Вот, Владлен, молодец, правильно. С неверующими проявлять мудрость. Почему? Почему? Вот почему нам нужна мудрость, когда мы... Могу лиусе слышать понятия, почему они так думают направить на правильный путь и правильно рассказать. Так, правильно, чтобы нам надо понимать чтобы им правильно рассказать ну чтобы вот церковь она правильно себя велась себя с неверующими людьми она была мудрой просто нас трудно сейчас у нас просто запитать надо телефон да смотрите то есть обычно как люди себя ведут ну как бы в компании особенно смотрите неверующие люди это были обязательно какие-то чужие люди или это могут быть и свои какие-то свои да как мы обычно вот смотрите как мы себя мы обычно со своими людьми как расслабляемся правильно там и у нас какую-то пошлую шуточку можно там поддержать что-то там самим как подыграть есть проблем как бы есть опасность да то есть если есть неверующие люди как бы вокруг нас тем более наши друзья ну как-то ты себя ведешь так типа по-свойски там а вот а павел горит ребята проявляйте мудрость будьте мудрые а что имеется ввиду от мудрости да вот еще вот продолжение да правильно используйте время что это значит как вы думаете друзьям верующими людьми как и почему с верующими людьми особенно надо правильно мудро использовать время да то есть не тратить время впустую там например на споры какие-то бесконечные непонятные для чего потом я еще так думаю знаете вот с неверующими людьми тоже есть такая опасность что людям свойственно нас как бы тянуть тоже в какой-то ну старый образ жизни вот особенно кто например когда-то там какие-то употреблял горячительные напитки ну знаете старая компания чё ты это еще спортсмен ну давай тяпнем часто по стопарику и все будет хорошо здесь наладится и такой сидишь и думаешь вот вот не не выпьет он подумает что какой-то там какой-то я за них трезвенник там какой-то сектант наверно а понимая что выпьешь понесет в общем потом не найдут и вот ты сидишь такой и я просто сам помню когда христианина мне такое очень много таких внутренних баре не было а вот и и тут такое тоже и мне кажется это тоже один из моментов что то что мы говорили раньше надо что надо быть начеку надо бодрствовать ну с одной стороны я понимаю так что будет неправильно это перестать дружить с друзьями да это неправильно там ну как бы знаете перестать дружить все я уже такой святой понимаешь я уже тут не куру не пью кого-то это такие там подлецы там грешники это неправильно да то есть это что это гордыня у меня возносит а с другой стороны но надо понимать что если я сейчас пойду пойду на поводу у своих друзей особенно которые любители там где-то там нырнуть куда-то я по и получается буду вместе с ними потом сделал грех я оступлюсь и перед богом буду не про как-то искать вот эту золотую середину поэтому нужна мудрость для этого надо быть начеку но в общении с неверующими особенно людьми надо правильно использовать время давайте немножко об этом порассуждаем 6 стих а вот что такое правильно использовать время вот кто думал что хотел бы об этом сказать 6 стих это он как бы раскрывать я думаю тема поступаем ты знаешь серёжа это прям по больному у нас всегда текст бьет по больному для кого-то каким-то словом какая-то ситуация мне кажется всегда когда читаем библию где-то себя ослабливаем на том что мы так не делаем как как бы должны делать как бог от нас от нас хочет но и тут как бы правильно использовать время ну например в моем случае возможно это рано вставать например какие-то там например убираться дома то есть там вместо того чтобы там по телефону разговаривать я не знаю или там пройтись прогуляться вместо того чтобы там телевизор лишний раз посмотреть но я мне кажется это вот но это я так понимаю в моем понимании может кто-то как-то по-другому понимает ну как бы если вырвать из контекста то может оно применимо но видите вот все таки анечка тут этот текст он стоит и в контексте видите вот смысловая я просто для тебя видишь вытащила я когда увидела я прям это то есть я как-то вот так вот вырвала на самом деле а ты хочешь чтобы мы сказали как в контексте да для меня например это выглядит ну как если даже похоже на контексте все уже поправит иногда мы должны сказать какое-то слово кому-то даже своим детям я беру сейчас часто примеры своих детей вот а что-то не сказано было что-то недосказано а потом ты понимаешь что это уже сейчас это вот не не поздно но это все равно уже задним числом оно плохо почти не ну не то что не работает оно не так работает я бы сказал бы так когда ты сказал бы вот надо найти как бы правильные мудрые слова иметь соответствующее состояние надо вот именно вот в этот момент это надо делать а не когда ты потом прошло через полгода ох да на я уже даже подготовила эту письмо чтоб написать да там какой-то там например а не отправил его ну как бы такая ситуация а теперь может быть отправить а уже поздновато а может быть не поздно может сработает вот такая как бы ну у меня такой как бы это ну это немножко уже дальше пошло как немножко как отступление но именно суть том что именно есть время делай вот именно боишься ты не боишься бог тебе поможет в этот момент просто именно делать что ты видишь это побуждение вот именно делать когда тебе надо делать спасибо большое виталик спасибо анечка да говори анечка конечно пожалуйста когда люди не верующие да вот не то что мудрость еще проявлять только да а время проявлять вернее использовать это например выслушать их потом возможно позвонить им спросить или нужна ли помощь то есть как бы вот когда ты видишь что человек находится в критической ситуации не оставлять его одного именно быть с ним рядом и вот ну как бы в его жизни потому что ну вот как вот в моей да я пришла к вам и вы мне очень сильно помогли и ты анечка мне постоянно там с анечкой мы сколько занимались да она постоянно там была на связи а как дела вот этот текст почитай ну то есть использовать время в плане вот когда тяжело человеку тебе приходит обращаются за помощью не кидать его но вот как то так интересно спасибо анечка отлично там вирджи мне кажется что тут вообще не управлять мудрость неправильно использовать время наверно не вдаваться разговоры про пришельцев из нибиру или там масоны и так далее как бы есть более жизненные вещи которые нужно обсудить это спасение и как бы есть те разговоры которые просто увлекают и там нет ответ потому что они не могут доказать и мы не можем доказать и это как бы пустословно смотрите спасибо большое вирджил отлично друзья смотрите буквально еще один такой момент вот вирджил очень интересно задал вопрос вот мы разговариваем с людьми на какие-то темы там отвлечены да теперь смотрите от этого вот мне интересно как павел да он тоже предлагает свой вариант вот шестой стих пусть ваша речь всегда будет приправлена солью как вы думаете что он имел ввиду а какой соли потому типа ребята вообще причем тут соль какая-то какой-то речи вот сказать правду какую ты думаешь в глаза возможно которое будет не очень приятно приятно может не сильно приятно а если с позитивной точки зрения подойти к этому вопросу слова что не использовать плохие слова не использовать плохие слова интересно вот у меня например я когда увидел приправлена соли вот я сегодня готовил борщ украинский вот приезжайте к нам в гости я как-нибудь на санечкой вам вдвоем чудесную песню пропоем в общем борщ приготовим и я туда соли много как бы добавляю почему потому что борщ он вкусно когда соль там есть вообще любая еда сесть там соли на вкусно если соли там нету но такое но она не вкусная как бы так безвкусное вот и вот часто мне посмотрите что павел говорит умеете каждому дать нужный ответ мне кажется что может быть это мое мнение это моя теория что когда мы разговариваем с людьми особенно людьми как бы далекими от бога спасения мне кажется что он чтобы наш разговор он внес в себе вот такую как бы ну такую изюминку знаете чтобы она была привлекательна ну было интересно то есть человек знаете он чувствовал что в этом есть какой-то вкус понимаете но не просто ни о чем знаете называется разговор ни о чем а тут вот именно в том что дети божьи особенно которые вадима там духом святым да вот у них есть такая способность какой-то обладать внутренней какой-то мудростью до бога и вот если человек неправильно этим пользуется то он как бы такой знаете безвкусный какой-то безвкусные разговоры какие-то пустые непонятные ничего но если человеку смотрите он говорит павел умеете каждому дать умеете да вот это навык научиться как бы вот этот разговоре особенно с людьми которые без бога как-то сделать обогатить этот разговор какой-то изюминкой такой знаете приправленный к это он должен был нести какое-то утешение он должен нести какую-то надежду то есть она должен быть содержательный разговор но я так думаю это мое мнение может быть я буду не про и вот мне нравится слова иисуса христа мне нравится слова иисуса христа написано пойти горит вы соль земли он когда горит ученикам он горит вы соль земли вставляете горит если пища перестань если соль перестанет быть соленой то как бы ее в ней нет никого смысла как бы а суть в том что когда сильно много соли однако тоже его есть невозможно просто все очень взаимосвязано то есть второй стих начинается у нас того что неустанно молитесь но тяжело когда в голове шансон тяжело о чем-то глубоком говорить если я день там слушала непонятно что сидела фотографии рассматривала да ну то есть но здесь как-то оно должно но мы не можем знаете вот пришел кто-то там перед кем я должна уметь правильно сказать дать ответ нужный да ну то есть это вот такое состояние им и нужно иметь это не то что только там с неверующим мне кажется так что дети от меня слушают да чем я чем вообще мои разговоры наполнены да ну то есть оно его нельзя создать как-то знаете искусственно то есть вот а если оно так будет искусственно то это очень сильно плохо именно для детей да которые нас наблюдают мама дома слушайте позволяет себе что угодно говорит да а здесь вот уже встретила соседку такая просто щебечет такая хорошая ну то есть любовь проявляет да вот здесь мне кажется вообще надо работать над внутренним состоянием своим чтобы ну разговоры были не пустые да чтобы и вот видите молиться постоянно бодрствовать ну то есть проверять какое у меня внутреннее да какое у меня внутреннее сейчас состояние в каком я какой у меня духовная температура да все все ли хорошо да благодарить бога ну то есть и и как бы и мне кажется естественным будет то что когда люди с кем я буду встречаться на протяжении дня у меня и разговор такой будет да а если этого все то что сверху мы о чем говорили его не будет то тяжело потом что-то и человеку ну ты сам пустой что ты можешь человеку предложить да а если ты наполнен там словом божьим молишься слушай что-то развиваешься то ты можешь и и дать ответ но если люди спросят да да то есть если переводить это например например быть в духовной форме то что это значит вот вот у нас сидит напротив сидит ладлен он тренер по фитнесу ладлен лучше всех знает что такое когда человек форме либо он форме лифон не форме то есть например когда ты хочешь на кого-то произвести впечатление понятно ты можешь втянуть живот конечно секунд на 30 надолго не получится поэтому это знаете иногда так но если надо я быстренько стону форму либо ты форме если бы ты да не вот поэтому то тоже духовная форма нужно поэтому апостол павел горит умеете каждому дать нужный ответ это мало который приобретается тоже но определенным стиль жизни да то есть это молитвенная жизнь это быть начеку это благодарить бога до духовно как бы и и даже при встрече с там с людьми которые еще не знают бога просто молиться горит господи вот не знаю как человеку помочь короче человек где-то бедно запутался ему нужна какая-то помощь я даже не знаю что ему сказать просто дай мне мудрость как чтобы этот разговор не был впустую просто потраченное зря время вот и на самом деле бог действительно дает толковые интересные мысли как человеку помочь и человек говорит может даже так сказать откуда ты знаешь типа мне это действительно помогло там и ты думаешь что это не я это вообще-то господь не дал такую возможность хорошо давайте к следующему тексту передвинемся смотрите текст очень большой и объемный но смотрите обратите внимание пожалуйста на этот текст какая у меня есть какое у предложение сильно большой но как бы смотрите за каждым именем здесь стоит определенное действие либо апостол павел кого-то о чем-то против либо что-то кто-то должен сделать давайте мы сейчас это тексту так просмотрим и вот по каждому имени которое выделил темным жирным шрифтом просто увидим например имя что просят павел или что ему надо сделать или что он еще не доделал вот давайте сделаем такой анализ в контексте как жила первая церковь вообще как жила церковь в колоссе вот жила видно неплохо но к сожалению видите уже кирпичи одни остались хорошо давайте начнем тихик а вот был такой тихик кто такой был тихик чем он отличался и что может ему приходилось делать кто мог бы начать кто такой тихик и так далее ну дорогой брат верный служитель и мой сотрудник в труде для господа да он был дорогой брат верный служитель и сотрудник он они работали вместе с павлом служили смотрите дальше что мотивики узнаем да он должен был рассказать в колосской церкви как обстоят дела у павла да и ободрить вас то есть он должен был прийти и ободрить церковь хорошо потом тихик сам приходит или с кем-то станете вам приходит хороший вот еще один персонаж библейский анисим он придет тихий придет с анисимом да кто такой анисим лет верный дорогой брат и земляк верный брат и ваш земля помните анисим это беглый раб он работал слугой у господина которого веровала стал христианином и послание к филимону филимон звали его это послание написано апостолом павлом филимону об этом анисиме который убежал из дома его нас было наказать за этот побег но он говорит и он кстати встретил анисима павел и он говорит говорит ну он уже твой брат во христе привели его и прости вот этот анисим он уже павел называет верным и дорогим брат и земле земляком да он тоже говорит расскажет все что здесь происходит он передает они верны да и они дорогие павлу служить это братья во христе это духовное родство с 10 стихом он передает привет кто марк и аристарх чем эти люди интересны в чем особенность этих людей марка и аристарх смотрите марк да вот анечка подсказывает марк и аристарх кстати марк это двоюродный брат это кузен был варнавы а варнавы это был такой служитель из евреев который по сути благодаря варнаве павел стал апостолом он вытянул из из этого из тарса то есть это благодаря варнаве это вообще варнава стал как бы дверью служение павла так вот марк это было двоюродный брат смотрите они аристарх с ним заключение он вместе с ним сидит в тюрьме он передает аристарх привет который тоже находится со мной заключение передает также привет марк двоюродный брат варнавы я уже писала мы о нем да то есть уже он об этом марке уже писал скорее всего в марк тоже был в тюремном заключении вероятнее всего другого марка тут поставь тоже знакомо нас есть он пока на свободе и дай бог чтобы еще был бы сам если он будет у вас то проявите к нему гостеприимства видите он просит позаботиться о марке смотрите 11 стих о ком еще говорит апостол павел о ком еще говорит апостол павел иисус и уст так что мы о нем узнаем какая вот особенность этого этого человека тоже привет передает вот и они единственные иудеи представляете мои среди моих сотрудников оказывается среди павла было не так много хороших на полковых иудеи работающих для чего царство божие я они приносят утешение интересно да то есть было и такое что это юрия это павел был самый иудей но в его окружении оказывается в то время было не так много иудеев которые были действительно люди которые единомышленники которые тоже работали для распространения царства божьего и были ему утешение также апостол павел у него часто потреблялась такая фраза он горел лжебратья лжебратья это люди которые назывались братьями на самом деле они были в тягость павла 12 стих епа фраз кто-то поехал епа фраз помните друзья мы про него слышали абсолютно верно рома молодец получать рома выиграл фаршированный перец сегодня будет епа фраз это тот который принес евангелие в колоссы это по сути благодаря ему организовалась домашняя церковь вот дома рыб была организована церковь ваш епа фраз слуга иисуса христа и перед этом тоже привет первое он всегда усердно молится о вас представляете он все время молится о колосской церкви а о чем улица о колосской церкви по фраз основатель этой церкви о чем он молится чтобы люди следовали тому чего хочет от него абсолютно верно а вот слово следовать мы кстати пятницу на библейской школе об этом говорили что это что это значит следовать тому чего хочет бог да это жить так как хочет бог быть послушными богу смотрите теперь как как быть послушными непоколебимо непоколебимо дальше совершенно и убежденно что эти прилагательное обозначает правильно сказал прилагательное наречия по моему наречия оа ну спасибо большое как непоколебимо как это значит абсолютно верно чтобы не издаваться не избиваться с пути идти четко по колебаться да по колебаться это значит пошатнуться да то есть он горит вы должны и по фраз очень постоянно молиться верующих колоссах чтобы они следовали за христом не пока ли не поколебим второе как еще они должны совершенно как это значит что это значит на полную катушку да вот по-нашински скажу так на полную катушку ты не не вправо не ли не влево то есть они с максимальной отдачей а вот это делали совершенно и с уверенностью до вас и для христиан ладейки ладейки и иераполя а вот вот убежденно следовали тому что его хочет от вас бог я свидетель того что он очень усердно работал для вас и для христиан ладейки и иераполя кстати и по фраз не просто работал еще в колоссах он еще служил владики и иераполя еще были два города где он тоже трудился и по фраза был обычный христианин он там не был какой-то супер духовный герой там то есть он просто был посвященный богу человек который просто но старался донести вот благую весть вот людям а смотрите 14 стих вот еще у нас тут есть несколько персонажей первый персонаж к наш ну это братья так вот такой врач лука как вы думаете дел абсолютно верно врач лука это евангелист который написал евангелие от луки вам передает привет и наш дорогой врач лука он был врачом по специальности он написал евангелие от луки и димас потом передавайте братьям привет владики немцы это тоже были церкви и церкви которая где собирается в ее доме в чем доме собиралась церковь немцы нем по ним по ним по это скорее всего женщина была до нем по ним по ним по а почему и домашняя церковь хорошо хорошо но суть суть чем друзья смотрите церковь собиралась доме на самом деле то есть это это на самом деле практика ранее церкви вот как жили первой церкви они собирались доме ну потому что служение храме она потом появилась уже потому что когда уже была свобода для христианин крестьян они могли уже собираться церковных помещениях храмах и так далее но первой церкви они вообще по домам собирались поэтому как бы это обычная была практика для ранней церкви убежал текст отлично смотрите и еще и еще 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 что еще павел какое поручение дает церкви когда вам будет вот 16 стих когда вам будет прочитано это послание передайте его владикию чтобы его прочитали там то есть вот таким образом читались письма апостола а вы в свою очередь прочитайте мое послание которое вам передадут и злодики вот и еще вот такой тоже персонаж библейский архив что после павелка просят передать лично архипу сообщение месседж за что павел переживает плане архипа друзья кто поручил архипу служения сам господь бог сам господь бог а в чем проблема архипа а у него есть опасность не довести до конца служения и апостол павел он говорит пожалуйста передайте архипу чтобы он довел таки до конца служения поручено ему господом то есть была такая вероятность того возможно переживание павла что архип мог сдаться просто на пути и смотрите очень важный момент есть господь он лично архипу поручил служение что-то у него там может быть такое но я такое дело предположение что он может быть даже есть опасность что он мог бы не довести до конца служения вот и он просит просто архипа это сделать что что это для нас значит для граждан 21 но что люди наверно верующие друг друга поддерживают до друга поддерживать и верующие могут к сожалению они могут также может даже какой-то не довести дело до конца просто могут сдаться там по какой-то причине вот этого есть такая опасность так много стихов написано что первое мне приходит в голову это то что это было как бы команда ну то есть тяжело быть христианином в одиночку которые там единомышленники которые разделяют свое видение это очень важно ну потому что не сам павел был такое чувство складывается читаешь библию что вот там павел просто накопили бы оказывается такая большая команда была знаете вот это вот этот момент чтобы как бы не отделяться от других а наоборот а наоборот искать как бы поддержки помощи искать людей которые тебя поддержат самому кого-то поддерживать ну то есть это вот друзья смотрите у меня есть такое предложение сейчас перейти нам в основной как бы зал вот и сделать такой подвести итоги друзья смотрите у нас есть замечательная возможность поделиться друг с другом какой-то истины которой меня коснулась вот может быть господь не чему-то он касается и он хотел бы чтобы я этой в жизни поменял или исполнил есть предложение поделиться просто друг с другом молиться за это мне будет хорошее объявление сейчас я немножко позже поделюсь с вами чтобы мы хотели друг но с чем бы поделиться друг с другом мне вот эти первые стихи так задуматься заставили чтобы вот как бы но я начинаю обычный день даст молитвы там я молюсь читаю библию там пишу дневник свой молитвенный но но есть но у меня в этот момент что я когда встречаюсь с людьми забываю о том что ну как бы вот выпадает у меня сам момент того что вот ну а что бог хочет мне там ну как бог даже хочет повести этот разговор вчера у меня но пришла там соседка одна и что вместо того чтобы их не говорила я слушая ее жалела какой-нибудь такой да ну то есть и я не почувствовал что в конце этого разговора как-то каким образом каким-то образом не помогла но смогла бы также это сделать и другая соседка у которой даже лучше это получится ну то есть хотя но я могла бы ей рассказать что бог там ее любит что она может молиться ну понимаете о чем я то есть а у меня знаете в этот момент я даже не была настроена то чтобы вот ей как-то ну ну вот даже не было настроено на то чтобы вот вот это время использовать на то чтобы вот помочь ей до духовно а только вот мы там выслушали она там разоткровенничалась и я так просто ее послушала пожалела ну то есть понимаете о чем и вот и вот ну ну я так не хочу таких разговоров не хочу она могла бы мне тоже вот все это и говорить но с другой стороны если бы я ей сказал о том что ее бог любит что она может молиться есть выход из этой ситуации она вызвала другой итог был бы а так просто ну вот мы поговорили с ней я ее пожалела и все даже возможно даже поддержала так какой он бессовестный какая ты просто героиня ну то есть она ни к чему ну и вот так чтобы вы просто мне с кем бы я не говорила вот просто господи ты говори через меня да пусть этот разговор будет по твоей воле ну то есть знаете чтобы не было вот такого много и пустого знаешь который которая не созидает а которые просто людям не помогает знаете просто ну просто вот так мы провели вот вот так вот за это буду молиться чтобы чтобы мои разговоры были были знаете направлены на на то чтобы людям вот именно помогать духовно и любви божьей сказать да спасибо большое анечка а кто еще хотела поделиться пожалуйста я могу да конечно продолжать молиться и особенно как вот мы все люди и очень много в нашей жизни есть искушений и когда самой невозможно справиться нужно именно признавать свою неспособность перед богом и именно еще сильнее просить то есть вот именно признать сказать я не могу вот как анечка склады сало господи сейчас не могу помоги мне справиться вот спасибо большое спасибо не хочу не хочу даже не хочу захотеть а не хочу молиться или что-то нет не хочу как знаешь решение а да ну то есть имеется ввиду что я ну знаешь там там кого-то просить надо либо там не знаю надо уступить а не хочу уже бесплатно понимаешь что не права не хочу и вот так даже не молиться господи не хочу этого не делать не хочу этого не делать хочу это сделать но помоги не делать да 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 извините немножко заминка такая у меня в смысле заминка не у вас у меня друзья кто бы хотел еще поделиться может Владленчик бы хотел сказать что там сейчас машину надо переставить находиться на позже волны быть в моменте не забывать не так вот как сейчас я летаю в облаках на земле на видео да 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 находиться в моменте и помнить где ты находишься а тут как бы связь иметь не выпадать люди так есть когда все хорошо мы забываем а когда что-то сразу начинаешь думать а вот всегда когда хорошо и плохо то есть может быть стиль жизни а не просто так вот если сейчас я тогда делаю а когда все хорошо я забываю то есть так не работай вот так вот спасибо большое Владлен спасибо что поделился то что мы читали да всегда молитесь благодарите вот и бодрствуйте то есть это процесс такой который должен быть а может Ромчик Виталик я поделюсь счетом с собой ну я как бы а или Витальчик хочет Витальчик ты хочешь а или ты уже а тебя не слышно а можете микрофончик ага спасибо извиняюсь я не совсем силен в технике ну ошибаюсь немножко в технике я просто говорил в прошлый раз именно о времени что именно действительно надо делать часто вовремя то что ты должен сделать именно перед Богом то есть как бы не откладывать некоторые вещи как-то какого-то 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 человеческого как бы нехотения вот именно в принципе повторяю немножко Аню вот но именно что-то именно надо делать вовремя то что ты должен обязан перед Богом не просто перед людьми а именно перед Богом да спасибо большое Виталик спасибо Ромчик Вирджел может быть пару слов какое-то решение вот что вот коснуло сердце для меня вот второй текст он был такой интересный а я увидел что эти люди как бы несмотря на то что у них были какие-то особые переживания как бы особый опыт с Богом они видели это а они видели чудеса и все-таки они нуждались в ободрении да и все-таки они понимали что они должны кому-то напомнить Бог тебя отправил сделай до конца это дело а для меня это не говорит о том что эти люди были такие же какими они не были особенными да они просто уповали на Бога но все равно будучи вместе они ободряли друг друга я думаю мы то же самое должны делать несмотря на то на каком уровне находимся наверху очень на высоком уровне на внешнем уровне каждый может упасть каждый может разочароваться и мы всегда должны ободрять друг друга и молиться друг за другом спасибо большое спасибо Вирджил и мне кажется классно даже вот знаете мы недавно буквально говорили с Людой о том что но часто когда тяжело ну там либо ну какая-то там ну вот какая-то проблема часто вот ну у нас какое-то есть такое что мы не хотим делиться ну то есть нам ну тяжело мне кому-то позвонить сказать вот помоги мне помолись за меня да там я я не знаю там плохо себя веду как жена там ну то есть нам всегда ну это такая зона знаете где мы делимся своими чувствами это слабость а вот в этом и сила что мы сами ну нам нужна нам нужна помощь и поддержка да то есть да вот хоть и молиться что Господи ну просить даже там братья и сестры либо там сестры либо там кто ну с кем можно да просто вот помолить за меня вот реально мне плохо ну то есть сейчас не знаю дурное в голову лезет там все что угодно да там не могу там там что-то с головы там выпустить да ну то есть вот таких моментов мы все люди у каждого есть такое да и вот просто там проблемы в отношениях либо там ну проблемы внутри где-то там нету настроя вот просто так и молиться и то что даже ты сказал кому-то и он может за тебя помолиться это вот вторая часть что мы смотрели да там ну вот как во-первых ну не один Павел да там сидел и писал письма а команда и с другой стороны что это все как бы они молились друг за другом это очень мне кажется в этом и сила да что мы можем друг друга поддерживать Ромчик может пару слов применение применение Жигина пару слов кричин мудрость до мудрости не было конечно если вообще возможно ну для меня новый завет это так скажем разъяснение одной идеи в двух разных видях конкретно о любви ее появлении и каждая стих каждая глава это именно разъяснение что значит любить поэтому для меня вот это вот всегда вот в каждом тексте это присутствует что значит любить грубо говоря вот здесь вот говорится конкретно чтобы люди понимали что ты говоришь потому что это значит как мы себя любим мы хотим чтобы все мы понимали чтобы нам объясняли доступно соответственно и мы должны поступать так же к людям соответственно так чтобы люди нас поняли и поняли так что это было для них доходчиков спасибо большое Ромчик спасибо они в море ого море смотрите друзья у меня остался мой выстрел как бы воспользуюсь своим последним патроном смотрите то что мне абсолютно с вами со всеми согласен лично применяю к себе то же самое что вы говорили один только момент который хотел бы добавить чтобы не быть банальным мне очень сильно как-то вот обратился взгляд на вот этого Архипа говорит Архип доведи до конца дела который тебе доверил Господь знаете иногда такой возникает момент что на самом деле могут руки опускаться и я просто понимаю так Анечка знает я с ней часто делюсь с переживаниями может быть приходят такие внутренние да может это вообще никому не надо да чё ты с этим всем паришься к людям пристаешь живут своей жизнью короче а тут Серёжа всем навязывается тут про Бога какого-то тот всем рассказывает а вот и вот в этот момент как бы приходит знаете такой момент что думаешь сильно а может оно и никому и не надо что-то люди все там живут своей жизнью но вот этот текст меня прямо от апостола Павла он меня прямо так еще раз утвердил он говорит да реши дело порученное тебе господом это не потому что ты сам себе накрутил там или я же ведь верю что Бог нас сюда привел правда я же верю что это не ну это не плод моего воображения это было от Бога как-то решение ехать служить и все ну значит да делай до конца это дело которое тебе Бог поручил и я так понял что с этим часто встречались служители ну честно с этой проблемой часто встречаются служители и многие как бы они могут просоздаться на пути но если я знаю что это Бог мне доверил если я это знаю то я должен сильно ободриться и и делать это для Бога прежде всего не для людей для Бога поэтому такое для меня прямо было сегодня ободрение как бы напоминание вот чтобы просто дальше для Бога это и делать как и старался раньше спасибо друзья очень хорошее было общение ободрение смотрите у меня есть хорошее объявление мы планируем наш пикник следующий воскресенье в 3.30 в парке у нас вайл парк если будет погода вот приезжайте но мы будем с вами на связи потому что будет лить дожди вроде бы как целую неделю но хотелось бы встретиться на природе пообщаться там вроде бы и Ромчик с Людой хотят с Макаром Макар там приболел поэтому молитесь пожалуйста за Макарчика вот и они хотели бы побыть может быть и у кого-то из нас получилось бы ну было бы здорово собраться как бы в живую друг друга потрогать сказать ой живой человек вот вот наконец-то может какого-то миска пожарили посмотрим ну как-то и пообщались и Библию почитали бы ну как-то провели бы здорово время опять же если будет хорошая погода если что-то мы потом перенесем потом 30 мая я попросил Авиеля подключиться к нам это мой хороший друг кто помнит его он у нас когда-то был здесь проводил он миссионер в Иерусалиме читает Библию на еврите на языке оригинала вот его кстати можно и помучать Авиель толковый парень вот он кстати этот я его попросил провести тему я его попросил провести тему на тему праздника Шавуот праздник Шавуот это праздник троицы или праздник Пятидесятницы чтобы он с нами об этом поговорил 30 мая милости просим подключайтесь будет мост Иерусалим Лондон так что я думаю что мучайте его вопросами он очень толковый вообще парень христианин он знает иврит на нем на нем разговаривает дома он такой со мной говорит по телефону потом ворачивает я думаю с кем это там мне сыну надо было что-то сказать я думаю ничего себе он еще мало того что Библию на еврите читает он еще с сыном на еврите разговаривать такой человек интересно так что у нас будет 30 мая такая интересная встреча так что приглашаю вас хорошо друзья давайте тогда помолимся и поблагодарим за все